Всем привет! Сегодня мы с вами будем готовить необычную вкусняшку. У меня тут филе бедра, оно без кожи и без кости. Давайте вначале сейчас я его помою, разрежу, отрежу немножко вот так лишний жир и потом вам расскажу, что мы будем делать и какие ингредиенты понадобятся для этого блюда. И что нам понадобится для этого рецепта? Как я вам уже сказала, у меня есть куриное филе, оно уже разделанное. Я его помыла, отрезала лишний жир. Понадобится соус терияки или соевый соус можете взять, это по своему вкусу. Можете просто посолить, поперчить, я солить, перчить не буду, добавлю только соус терияки. Одна луковица и одно яблоко. Запекать мы с вами курочку будем в духовке, будет очень-очень вкусно, просто попробуйте. Вначале я курицу намариную в соусе терияки и дам ей постоять буквально где-то минут 30. Все вот так, чтобы вся курочка была покрыта этим соусом. Накрываем пищевой пленкой или можно накрыть крышкой, чтобы курица не заветрилась. И оставляем ее мариновать где-то примерно минут на 20-30. Еще можно добавить любых трав и специй по вашему вкусу. Я добавлю немного мяты сушеной, прям совсем чуть-чуть, потому что это такая очень-очень ароматная приправа. Ароматная травка и добавлю совсем немного молотого кориандра, прям вот так на кончике ножа. Что можно еще добавить? Конечно же, паприку копченую молотую я тоже совсем чуть-чуть добавлю. Вот так, тоже буквально пол чайной ложечки. Все перемешиваем и оставляем. Курица намариновалась. Я убираю уже пакет. И что мы делаем дальше? Дальше я полукольцами нарезаю репчатый лук. Можно нарезать не слишком тонко. Вот такими полукольцами. Дальше беру форму для запекания. Совсем чуть-чуть ее поливаю оливковым маслом. Прям немножко совсем. И на дно этой формы выкладываем с вами лук. Чтобы как бы у нас курица лежала вот на такой луковой подушке. Во-первых, лук даст тоже сок. И сочность нашей курицы будет очень-очень вкусно. Вот так слоем выкладываем луковицу. И сверху на лук уже буду выкладывать нашу промаринованную курочку. Вот так. Курочка замариновалась. Так, кладите. Она у меня такая большая. Я ее не разрезала. Буду вот так аккуратненько, плотненько. Друг к другу. Вот так укладываем наше филе. И дальше что делаем с яблоком? Яблоко разрезаю вот так вот пополам. И нам надо с вами освободить его от семечек. Яблоки от косточек освободила. И нарезаю теперь вот такими полукольцами. Так все яблочко. И начинаю укладывать яблочки тоже в наш противень. Вот так вот между курицей. Попробуйте так сделать. Яблочки дадут свой сок и аромат. Будет очень-очень вкусно. Возьмите яблоки такие. Я не хочу сказать, чтобы яблоки были слишком кислые. У меня яблочко такое кисло-сладкое. Потому что сладость, она тоже даст свой пикантный такой вкус. Вот так вот кладем все яблочки. Яблочки я уложила. Теперь прикрываю все вот так вот фольгой. И вставлю в разогретую духовку. Духовка у меня разогрета на 180 градусов. Ставлю на 30-35 минут. Закрываю духовку и жду нашу вкуснятину. Постояла наша курица 30 минут. Дальше я снимаю вот эту фольгу. Аккуратненько, потому что очень горячая. И оставлю еще курицу в духовке буквально на 10-15 минут. Ну, чтобы она сверху позолотилась. Чуть-чуть совсем. Ну, и вот такая вкусная, ароматная курица с яблоками у меня получилась. Запах стоит просто неимоверный. Можно ее еще полить вот так этим соком, который выделил лук, выделили яблочки. Кому понравился рецепт, обязательно подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Такие же вкусные и полезные. Также заходите в группу ВКонтакте. Я вам всем буду очень рада. Обязательно вступайте. Делитесь своими рецептами. Делитесь моими рецептами. И подписывайтесь на второй канал. Там тоже будет много всего интересного. А на этом до свидания и пока.